Всем привет! Сегодня я сделаю дизайн вот такой аэрокисточкой, а также сделаю выравнивание ногтей базой фирмы Victoria Win. Кому интересно, оставайтесь со мной. Перед покрытием гель-лаком ногти я уже запилила бафом, а затем обезжириваю. Очень тонко, немного втирающими движениями наношу первый слой базы, а затем отправляю в лампу. Для того, чтобы увидеть блики на ногтях, вам нужна будет вот такая круглая лампа. Выравнивание ногтевой пластины я буду делать базой от фирмы Victoria Win. База у этих гель-лаков довольно-таки густая, очень удобна в нанесении. Кисти у этих гель-лаков ровные, очень мягкие. Такой кистью можно подойти близко к кутикуле. Ногтевая пластина у меня достаточно ровная, блики и так видны с первого слоя базы, но я все же покажу вам, как делать выравнивание базой. Набрала немного материала на кисть и распределяю его по всей ногтевой пластине. Затем я набираю каплю базы на кисть и буду распределять ее по всей ногтевой пластине. Каплю я ставлю у зоны около кутикулы и аккуратно спускаю ее вниз ровными движениями. Кисть я не прижимаю к ногтевой пластине. Обязательно не забываю запечатать торец ногтя и смотрю идеальный блик. Также перед тем, как ноготь отправить в лампу, его нужно перевернуть, а затем отправлять в лампу. И обязательно смотрим идеальный блик. Вот такие блики у меня получились после выравнивания ногтей базой. Затем я пользуюсь своим любимчиком гель-лаком фирмы Victoria Wayne. Это гель-лак под номером 026. Он, я бы сказала, такой нежно-лимонно-лаймовый оттенок. Наношу его на ногти. Я очень полюбила гель-лаки этой фирмы. Они совсем безвредны, не вызывают аллергию, они без запаха, очень приятны в нанесении. Больше об этих гель-лаках вы можете почитать на сайте Маймальва. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Наносить цветное покрытие я буду в два слоя, каждый слой буду просушивать в лампе. Затем я буду пользоваться вот такой аэрокисточкой. Кисточка двусторонняя, у нее насадки из двух сторон. Насадки можно легко поменять, они съемные. Кисточка такая подходит для дизайнов, которые делаются с помощью аэрографа. Также для дизайна я буду использовать густую белую гель-краску. Ссылочку на гель-краску, а также на кисти оставлю в описании под видео. Для дизайнов с аэрокисточкой лучше всего подходят густые гель-краски или лучше всего даже взять густую гель-пасту. Но у меня гель-пасты нету. Сегодня я буду пользоваться гель-краской. Также можно, конечно, использовать густой гель-лак, но он должен быть очень пигментирован. Набираю гель-краску на кисть, отпечатываю немного гель-краски на палитру, а затем перевожу на ноготь. Наношу дизайн на липкий слой цветного покрытия. Также работаю чистой стороной кисти, чтобы сделать плавный переход. Я выбрала очень светлый оттенок гель-лака, поэтому с первого слоя не очень видно переход. Но если вы возьмете более темные оттенки гель-лака, переход будет видно уже с первого слоя. Продолжаем дальше. После того, как нанесла первый слой, отправляю в лампу. Наношу второй слой гель-краски и также буду просушивать в лампе. Наношу последний третий слой гель-краски и отправляю в лампу. Вот такой амбре у меня получилось после трех слоев гель-краски аэрокисточкой. Затем я наношу топ на все ногти и просушиваю его в лампе. Убираю липкий слой и буду приступать к дизайну. Затем я буду пользоваться тонкой кистью. Эта кисть двухсторонняя, с другой стороны она плоская. На кисть я также оставлю ссылку в описании под видео. Дизайн я наношу сверху топа. Для дизайна я использую гель-краску белого цвета. Гель-краску вы можете заменить акриловой краской или обычным гель-лаком белого цвета. Только тогда вам нужно будет сверху закрепить этот дизайн. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отправляю дизайн в лампу. Вот такое нежное омбре у меня получилось с использованием аэрокисточки. Кому дизайн понравился ставьте лайк, а также не забывайте подписываться. Пока-пока!